Понятие «китайская мечта» появилось в эпоху правления Си Цзиньпиня, генерального секретаря КПК Коммунистической партии Китая. Резкий рост благосостояния китайцев, резкий, резкий, невероятно кратный рост развития технологий, обогащения, изменения жилищных условий. Просто жизнь начинает бить ключом. Однако, как выясняется, эта китайская мечта, ее реализация предназначена далеко не для всех. Китайская мечта только для китайцев. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу поговорить, рассказать вам о том, в чьи объятия нас втолкнул режим с чудовищной маской во голове. Мирдан Гаппар – это 31-летний уйгур, модель и актер, живущий в Китае. Этот парень, он, в общем, работал, неплохо зарабатывал, он уже сделал успешную карьеру фотомоделей, все такое. Однако, внезапно его взяли, арестовали и отправили в родной Синьцзянь. Вот, это Синьцзянь, уйгурский автономный округ, друзья, о котором я уже говорил. И сейчас вот попали в прессу, в BBC, попало видео обращения Мирдана Гаппара. И он рассказывает о жутких условиях, ему удалось, благодаря эпидемии коронавируса, получить часть своих вещей, которые у него отобрали. И он на недолгое время в отдельную камеру его поместили, приковали к кровати, но он сумел добраться до смартфона и рассказал об ужасах. Синьцзянь, уйгурский автономный округ Китая, друзья мои. Это огромный концлагерь, где громкоговорители ежедневно говорят, что эта земля никогда не была Туркестаном, это всегда был Китай. А 13-летних детей учат просить прощения. Вот так. Китайцы, на мой взгляд, вот нынешнее построение китайской системы государства – это фашизм. Ну, вернее, это нацизм. Нацизм, скорее скажу. Ну, фашистский нацизм. Да, 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 да. Мирдан Гаппар рассказал ужасы. К примеру, знаете ли вы, что такое костюм-четверка? И это кандалы на руках и ногах и мешок на голове. И вот так в таких костюмах люди сидят в маленьких камерах на полу. Едят они по очереди пластиковыми ложками из пластиковых же тарелок, по очереди же. А потом передают тарелку другому, следующему. И вот так они и едят. Власти проводят борьбу с эпидемиями. Те, кто болен или говорит, что плохо себя чувствуют, едят последними. Это просто какой-то ад. Отправляют в эти Уйгур-Синьцзянская автономную область. Я путаю все время, местами там виноват. Или Синьцзянь-Уйгурская автономная область. Это огромный концлагерь. Это сеть концентрационных лагерей. За высоченными заборами, с толстыми мотками колючей проволоки. И люди там содержатся в невыносимых, чудовищных, пыточных условиях. Как рассказал Мирдан Гаппар, он похож на европейца, этот парень. Представляете? И ему друзья говорили, не говори, что ты уйгур, говори, что ты европеец. Потому что уйгуров там притесняют со страшной силой. Они ущемлены в правах настолько, что Мирдан, даже заработав много денег и имея возможность купить себе большую квартиру, не мог это сделать. И квартиру он купил, но оформил на себя его друг-китаец. Вот так вот. Это адище. Пытки и издевательства. Многие тысячи детей, разлученных с родителями, и женщины-мусульманки, которые их подвергают принудительной стерилизации и заставляют принимать контрацептивы. Подкладывают в еду, и они их принимают, и сами того не знают. Многих уйгуров просто задерживают, хватают и держат в кандалах без суда и следствия. В общем, оказывается, да, детей от 13 лет призывают покаяться и покориться. В чем покаяться? Трындец. В общем, 5 месяцев семья Гапара не получала известия от парня, пока вот это видео ему не удалось переслать. Его дядя Абдул-Хаким Гапар, живущий в Нидерландах, вот он помог передать это видео в BBC и так далее. И на самом деле это настоящий фашизм. Вот я смотрю на фотографию Мирден Гапар, совершенно европейского вида парень, правда, с темными глазами. И действительно, ну, такое красивое лицо у парня, да, модель, действительно, все такое. И танцором он занимался танцами и так далее. В общем, он на съемках мог заработать до полутора тысяч долларов за съемку. То есть он был хорошим таким качественным, качественной моделью такой. Но теперь, особенно после публикации этого видео, друзья, неизвестно, что будет с парнем Смирданом Гапаром, который сказал, умереть здесь последнее, чего я хочу. Вы знаете, на этом фоне я тоже видел, вот сейчас и у себя в Фейсбуке я вывесил интервью изданию Deutsche Welle с одним из собровцев, бежавших в Европу. И он попросил политическое убежище и рассказал о судьбе трех оппозиционеров, которых он убивал по приказу сверху. Это ужасная история, в общем, страшное дело. И мы видим, что такое диктатура на самом деле, дорогие друзья. Знаете, вот тут Белоруссия, бедная, несчастная Белоруссия, остается только посочувствовать этой прекрасной, любимой земле. Потому что, с одной стороны, у нее выбор быть разграбленной и приватизированной, потому что предприятие там сейчас до сих пор в госсобственности. А другой выбор – низвергнуться в пучину полного трендеца Китая. Потому что в Китае концлагере, в Китае цензура, в Китае массовые казни, в Китае трындец. Вот, бывший боец эскадрона смерти и СОБРа участвовал в убийстве Захаренко, Гончара и Красовского. И вот он инвалид уже, Юрий Горавский, открыто, не пряча лицо, он еще в сентябре 2019 года обратился в редакцию Deutsche Welle и рассказал, как убивали критиков Лукашенко. Просто фактически открыто похищали, с мешком на голове, в наручниках, увозили на полигоны и там расстреливали безжалостно. Ну и вот самое жуткое в его рассказе, что как бы у него даже и угрызений совести, как бы таких вот я не заметил. Ну в конце, да, он попросил прощения у родственников убитых, да, типа сдержанно. Но говорил о том, что вынудил его страх, да, пойти на это страх перед неминуемым, перед тем, что это неминуемо вскроется. Да, трупы, как ни прячь, они все равно, ну, оказываются на поверхности, всплывают. Вот, и это на самом деле все ужасно. И что бы там ни было, друзья, да, у нас, с одной стороны, у нас выбор чудовищный. С одной стороны, некая стабильность, а все ужасы, злодеяния, режимы, там, пытки и мучения, они как бы под ковер, под ковер вместе с трупами. А с другой стороны, если ты этого не хочешь, тогда вот тебе прихватизация и все такое, ужасы, ужасы. Но я знаю одно, я никогда не приму китайский путь развития и китайскую мечту, тем более, что меня в китайскую мечту их жуткую и поганую никто и не зовет, как и вас, друзья. Знаете, что нам с вами, говорящим по-русски, говорящим на любом из языков Средней Азии, Кавказа и Закавказья, нам всем с вами уготована участь Мирдана Гапара, так или иначе. А китайская экспансия продолжается полным ходом. Кто бы вам что ни говорил. В особенности, если вам говорят, что китайский режим добрый и хороший, и что зато у них стабильность и порядок, Мирдан Гапар. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере вашего желания и возможностей поддержите мой труд. Данные вы найдете в описании к этому ролику. И нельзя забывать про Захаренко, Гончара и Красовского. Да, с одной стороны, стабильность и дворцовый переворот, который затеяли против Лукашенко. А с другой стороны, Захаренко, Гончар и Красовский. И другие, и многие другие. И я не верю в то, что Лукашенко просто не знал о том, что происходит. Я полагаю, что он просто отдавал приказы. И вот в чем ужас. Вот так вот. Вот так. Что ж, доброго дня.